Если перед речкой Лупчесавина свернуть направо, то подъезжаем вот на такое вот место. И если не путаю, где-то здесь было убежище. Но вот я его не вижу. Здесь была пристройка. И вот что-то от этой пристройки осталось. Не знаю, зачем это нужно было бомбить, но вход вот он. Сейчас, если мы сможем туда залезть, там очень сильно мусора много. Прямо сделано максимально всё, чтобы сюда было не спуститься. Всё накидано, разломано. Вот вход. Сейчас я фонарик включу. Так, ну, в прошлый раз я снимал фотографии. Теперь, что будет видно, это вот типа как шлюзовые двери. Только, я не знаю, отбиты деревом плановчиково. Так, здесь надо светить по стенам. Это вот какой-то шкафчик. А, какой у меня афиг шкафчик. Это же туалет. Правильно, в убежище должен быть туалет. Так, вот сломали все находившиеся здесь стеллажи. Они вот стояли по центру. Остатки досок. А это, видимо, ещё вот скамейки. А под ними, наверное, ящики. В общем, непонятно, зачем всё это было ломать. Здесь ям нету. Так, вот ещё какое-то маленькое помещение. Ну, в общем, оно, конечно, тоже похоже на туалет. Но это, может быть, не знаю, даже душевая, может быть, в убежище. Правда, нечем мыться. Ящик. Да, стол какой-то с тумбочкой. Ну, в общем, разбомбили здесь знатно с прошлого посещения. Ну, вот, выход. Ну, что ж, посмотрели. Сейчас ещё придётся по этому мусору карабкаться вверх. Я уж это снимать не буду. Ну, всё, там солнышко. Я нашёл вот этот вот вход. А вот лестница начиналась вот отсюда. Здесь просто стояло неприметно такое одноэтажное, ну, не знаю, сарайстроение. Вот, закрывало вход. Но тут, я думаю, ничего интересного. Как обычно, росписи на стенах. Здесь ещё такой стол интересный. Вот это вот непонятно, верхняя часть, для чего понятно тумбочки. А вот, вот это вот что. Здесь как оружейка ящики стоят. Ну, всё. Вот ещё до тут дойти. А вот это вот очень странная воронка. Странная она тем, что где-то в этом месте располагалась башенная пулемётная точка. Может, я, конечно, путаю. Вот. Возможно, её со всей тщательностью то ли выкопали, то ли каким-то образом сломали. Здесь, наверное, ничего особенного. Как будто здесь сидели. Интересно, не оттуда? А вот и знакомый мостик, который всё обещают отремонтировать. Вот. Вот. Через речку Лупчисавина. Дом нежилой. Также речка весело течёт. Автобус проезжал. Пойдём посмотрим. Сейчас. Здесь котельная, возможно, ещё работает. Здание. Стёкла целы. Тут уже дачки, дачки. Рядом с этим же станем. А вообще, судя по таким вот окошкам, это, возможно, даже баня была. И вот такие вот. КПП был. А вот закрыто. Там с другой стороны можно пройти. Тут не знаю, что такое. Вот тут дальше. Лисочек. Ещё один КПП. А вот там дальше интересно. Сейчас подойдём. На фотографиях это здание я показывал. Там вид красивый. Всё подросло. Рядом вот такое-то ещё здание. Ну и водонапорная башня и транслятор. Непонятно, зачем здесь противогазы валяются. Вроде столовая. Зрелища, конечно, не для слабонервных. Сейчас в холодильнике. Вот такая вот разруха. Оно три сапога стоит. Три сапога, не пар. Чем-то поклеено было, как бы обоями. Можно газеты читать. Колонны были с фалиткой облицованы. Всё содрано. Наверное, раздача. Если верно, это кухня. Так, посудомойка. Всё, так, предположительно. Так, тут уже крыша падает. Тут где-то должны быть туалеты в умывальнике. Скорее всего. Да, вот, похоже. Значит, вход, наверное, заходили-то отсюда. А потом шли в умывальник. Так, у меня ничего сверху не свалится. Даже плиткой отстаёт. Вот, наверное, всё. Так, ну если идти от столовой, вот следующее здание. Думаю, в него мы не полезем. Ну, то дальше башня. Всё течёт, всё меняется. Это вот в прошлом году не было этой насыпи. Это перекопали дорогу, которая вот мимо ведёт. Да, чтоб не ездили. Как минимум на машинах. Вот такая вот ещё ямочка выкопана. Через такой вот мостик пришлось пройти с велосипедом. Чуть не грохнулся. Вот от вороточка, куда мы сейчас поедем. А перед ним вдоль дороги стояло здание. Туда дальше дорога поведёт на склад ГСМ. Вот, а если ещё чуть-чуть вернуться, откуда мы приехали, назад идём. Вот, то здесь трансформаторная будка ТП-шка 10 кВт. А вот здесь было ещё одно здание. Слева. Ну вот, что это было уже никак не восстановить. Ну всё, сейчас пойдём направо. А вот у нас те самые здания, которые на фотографии я уже показывал. Они как бы ничего из себя не представляют. Но они сделаны в лесу отдельно, обнесены землёй. И возможно, либо какие-то агрессивные вещества, либо опасные материалы здесь были. Ну, внутри вот такие вот своды выполнены. Бетонные. Помещение маленькое. Ну, я не поленился до второго, тоже доехал. Здание такого же. Буквально друг от дружки. Вот одно, поворот. И вот второе. Вот там дальше больше ничего не видел. Разворачиваемся. Ну вот, там мы поворачивали до разрушенного здания справа. Теперь повернули слева. Вот этот любопытный объект, который стоит у меня там на фотографиях. Сюда раньше вот на машине проезжали. Теперь не проехать. Посмотрим поближе. Кстати, до этого не обращал внимания. Вот теперь обратил. Вам ничего не напоминает. Это пулеметная точка. Сейчас попробуем посмотреть. Можно заглянуть. Заросла она, конечно, прямо. Деревца тут выросли. Здесь, наверное, так-то ничего любопытного. Просто интересно. Вот такая вот маленькая точка. Только интересно обстрел, если то на вход. На подходы. любопытный объект там остался. Внизу он открыт со всех сторон. Здесь как бы насыпь. А вот здесь колючка. Какой-то любопытный объект. Я там не был. Вот такие вот три трубы. Наверное, экранизированных. закрывались мощной створкой. А там за ним здание. Это, наверное, железобетон. Такие вот стяжки. очень хорошо может заехать машина. Ниша. Скорее всего здесь было две заслонки. Они вдруг навстречу дружке сходились. хотя не знаю. Наверное, вот еще одно здание. Здание это, наверное, ничего особо интересного нет. Только в прошлый раз видели, что там таблички на дверях оставались. Это написано раздевалка. С окошечком дверца. Типа как этот секретный материал хранения. В соседние тоже заскочим. Вроде было интереснее. Да еще так же. Плакаты за не знаю что такое. Документация. Вот она эта дверь комнаты для работы с секретными документами. Но надеюсь, что это не те самые документы. В общем-то все противопожарный хост электрощитовая и пойдем дальше. Ну это склад ГСМ. Здание там дальше где-то развалины. Бочки остались. А вот это вот развалины того, что было за складом ГСМ. Даже трудно что-то опознать сход где-то сам вот там. Здесь какое-то любопытное место. Так вот деревья все подрезаны. Как будто что-то подпирали. Вот такой вот красавца. Никто не срежет. Ну вот уже возвращаемся вот такой вот вид красивой с горы. Батарейка заканчивается. Поэтому возможно это последний кадр. Другие ворота. Здесь автомобили наверное стояли. Водонапорная башня. Пышка охраны. Там КПП. Я туда сейчас не пойду. Немножко приближу. Вот такой пейзаж. Здесь уже ничего не осталось. Вот один из видов с другой стороны. Как раз вышки все три. Дорога к еще одному КПП. Ну тут наверное главный въезд. Ворота которые когда-то видео где был пожар не могли открыть. Ну сейчас еще КПП пройдем. Вот он КПП на въезде. Мы отсюда по идее должны были начинать наше путешествие. Но сначала река потом КПП. А вот за КПП поворот на казарму. Видео казармы изнутри я уже выкладывал. Снаружи сами можете посмотреть как это все выглядит. Здесь против солнца будет не очень хорошо видно. Это с противоположной стороны. Вот и банька. все заросло. Забора нету. Если отойти от казармы то здесь тоже все заросло. Лес там здания все уже крыши рухнули. Вот пошла дорожка. Вот вернулись в городок остановка дом который видно на горке. Если смотрят на казарму вот этот дом с магазином. Так.